Каждый год 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии. Бухгалтер – это не тот человек, который знает, как правильно складывать, вычитать, умножать и делить числа. Это специалист в совершенстве, владеющий бухгалтерским учетом и работающий по этой концепции в соответствии с действующим правом. Чтобы отдать дань уважения профессионалам своего дела, был учрежден этот всемирный праздник. Эта профессия очень востребована. Для того, чтобы стать таким специалистом, нужно получить высшее профильное образование и как минимум полтора-два года практических намков работы. И только по истечении многих лет человек, имеющий дело с бухгалтерией, смело может назвать себя профессионалом своего дела. Именно таким человеком является начальник, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии в сфере образования Анфиса Пафифова. Анфиса, как давно ты работаешь в роли бухгалтера? Ну, первая у меня профессия была в 1997 году. Приняли меня контролером. Вот это 19 лет мой стаж уже составляет. И после пылка шкаблера «Райгаз» мне предложили в Адгейниру, тоже акционерное общество. Затем, ну, я все как-то меняла и меняла свои учреждения. Как-то так получалось, что вот одна организация, она как-то реорганизуется. И следом предложение уже другое. После акционерного общества Адгейниру я работала в стадоуправлении нашем. Потом предложили работу в военном комиссариате Геогинского и Кашкабрского района. А затем комиссариат реорганизуют. И приходится искать другую профессию. И следом предложение телевидения, Кашкабрское телевидение. Несмотря на то, что эта профессия сложная, она очень интересная, говорит Анфиса. Почему выбрала именно эту профессию бухгалтера? Ну, вообще профессия бухгалтера очень интересная, сложная. Она требует определенной четкости, внимательности. У меня и мама работала бухгалтерами. И как-то вот, ну, наверное, как-то наложила. Ну, в те времена компьютеров не было. И в основном были книги огромные, калькуляторов как таковых не было, счета. И все было интересно. Как ранее было сказано нашей героиней, она работала во многих организациях. О нынешней работе она говорит следующее. Расскажи нам о нынешнем месте твоей работы. Ну, я в этой должности работаю с ноября 2012 года. Работа очень ответственная, сложная. У нас, значит, 26 бюджетных организаций, 13 дошкольных учреждений, 13 школьных учреждений, два дополнительных образования. Получается, ну, бюджетных организаций у нас 28. И три казенных учреждений. И сам учет, сам по себе, получается, два учета у нас. Бюджетный учет и казенный учет. Наш коллектив сплоченный и дружный. Есть много молодых специалистов, которые учатся у более опытных сотрудников. Что можешь рассказать о своем коллективе? Коллектив у нас составляет из 29 человек. Очень хороший коллектив, сплоченный коллектив. Есть молодые специалисты, есть также у нас специалисты с большим стажем работы. Благодаря старшему поколению наши молодые специалисты как-то следят за ними, повышают свой уровень квалификации. Во время работы вы наверняка сталкиваетесь с какими-то трудностями. Как вы их решаете? Удаются ли все проблемы решать? Конечно. Сложности бывают всякие, но мы пытаемся их решить сообща. Потому что один человек, естественно, этого не сможет преодолеть. Потому что работа сплоченная, каждый отдел выполняет свою обязанность, свою деятельность. В конце нашей беседы Анфиса обратилась с наилучшими пожеланиями к своим коллегам. 10 ноября включался Международный день бухгалтерии, день бухгалтера. Что можете пожелать своему коллективу и вообще своим коллегам? Хотелось бы пожелать своему коллективу огромного здоровья, счастья, успеха в работе, воплощения в жизнь самых наилучших идей, процветания, карьерного роста. Пожелать им, чтобы всегда дебет с кредитом сходился, конечно. Мы в свою очередь также присоединяемся к поздравлениям. Продолжение следует...